ГТА 6 Если её выпустят с привычной задержкой, это наверняка случится в 2026-м. Консольные версии ожидаются осенью 2025-го. На днях Take-Two опровергла слухи о переносе. Кстати, в том же патче обнаружили следы компьютерной версии первой Red Dead Redemption. У неё уже есть страница в базе данных Steam, так что анонс неизбежен. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. В этом выпуске расскажем, почему в PlayStation 6 не будет чипа Intel, что известно о следующей Battlefield и как дела у Bloodborne на ПК. Но сначала о новых увольнениях в Microsoft. С начала года корпорация сократила 1900 сотрудников и отменила амбициозную выживалку от Blizzard. На этот раз никакие проекты не пострадают, но работу потеряют ещё 650 человек. Все они трудятся в игровом подразделении, в том числе в корпоративном отделе, поддержке и командах двух мобильных игр — Warcraft Rumble и Call of Duty Warzone Mobile. Последнее не оправдало ожиданий руководства, но основная причина увольнений не нова — это расплата за покупку Activision Blizzard. Хотя официально это называется ориентация бизнеса на долгосрочный успех и устойчивый рост в будущем. Intel тоже оптимизирует расходы и пересматривает инвестиции. Но всё складывается удачно не во всех направлениях. Компания заключила выгодную сделку с Amazon по производству чипов для систем искусственного интеллекта, но упустила контракт, который мог бы принести ей 30 миллиардов долларов выручки и помочь найти новых партнёров. Как сообщили источники Reuters, ещё в 2022 году Sony подписала соглашение с AMD о подставке процессоров для PlayStation 6 в тандеме с тайваньской TSMC, хотя среди других возможных вариантов рассматривала Intel. Выбор объясняют просто — для шестой плойки планируют обратную совместимость с пятой, а в таком случае проще сохранить прежнего производителя чипов. Electronic Arts официально подтвердила третью часть Star Wars Jedi, на которую прежде только намекала. На презентации для инвесторов издатель объявил, что Respawn работает над заключительной главой приключений Кэлла Кэстиса. Пока это все подробности. Заодно авторы похвастались, что суммарная аудитория Fallen Order и Survivor достигла 40 миллионов игроков. На том же мероприятии анонсировали большую программу публичного тестирования следующей Battlefield. Новую часть описали фразами «Тотальная война», «Грандиозный размах», «Масштабное разрушение» и «Напряжённый экшен». Шутер якобы ежедневно тестирует уже больше года, чтобы уберечь его от провала Battlefield 2042. Но в начале 2025-го к испытаниям смогут присоединиться все желающие. Больше подробностей раскрыл Том Хендерсон. По словам инсайдера, события развернутся в промежутке между 2027 и 2030 годами в Гибралтаре и США. Сюжет расскажет о противостоянии частной военной организации и НАТО. Будут 10 мультиплеерных карт, 45 видов оружия, вдвое больше, чем было в последней части на старте, возможность перетаскивать раненых и разрушаемость в духе Rainbow Six Siege, где серьёзность повреждений зависит от калибра. Матчи на 128 человек не планируются, зато вернут систему классов, а ещё выпустят фритуплейную королевскую битву. Релиз, по слухам, состоится в октябре следующего года. Будущее другой серии электроников The Sims оказалось не таким грандиозным. Как выяснилось, анонсированной два года назад Project Rune — это вовсе не пятая часть, как думали игроки. От создания совершенно новой игры отказались из-за опасений геймеров потерять свой прогресс, поэтому в центре внимания останется The Sims 4. Игра продолжит симсиматически получать обновления и дополнения. Среди прочего добавят мультиплеер, соответствующий DLC, и называют Project Rune. Когда-то скоро пройдёт закрытый тест, на который уже можно записаться. Передумала и Cyber Interactive. В марте шведский холдинг Embracer Group объявил о продаже компании с сохранением для неё опциона на выкуп разработчиков Metro, которым она собиралась воспользоваться. Но в итоге стороны договорились, что для 4A Games будет лучше, если она останется у шведов вместе с активами. В числе последних две новые крупнобюджетные игры, которые авторам не терпится анонсировать. Легендарная Flappy Bird возвращается из небытия. В 2014-м Донг Нгиун удалил аркаду со всех площадок из-за чувства вины перед людьми, которые проводили в ней слишком много времени. Позже он хотел её воскресить, но не смог из-за правил App Store, а недавно за дело взялись энтузиасты. История оказалась с подвохом, точнее с двумя. Первый состоит в том, что права выкупили у GameTech Holdings, которая просто присвоила себе торговую марку как заброшенную. Нгуэн заявил, что не связан с перезапуском и не поддерживает криптовалюту. В ней заключается второй подвох. Созданием обновлённой Flappy Bird заправляет Майкл Робертс из компании пионеров Web3 1208 Productions. Вот такой бёрдак получился. Птичку им явно не жалко. Что из этого выйдет, узнаем до конца осени, когда игру перевыпустят в виде веб-версии на Android и iOS в 2025. Какая игра — самый продаваемый эксклюзив ПК в истории? Minecraft, PUBG, Terraria и многие другие разошлись на платформе бешенными тиражами, но вышли и на других. А вот Garry's Mod даже спустя 18 лет не выбралась за пределы компьютеров. Все 20 миллионов копий проданы на ПК. За это творение Гарри Ньюмана внесли в геймерскую версию книги рекордов Гиннесса. Bloodborne могла бы стать хитом на ПК, но Sony по-прежнему неумолима. Впрочем, фанаты даром времени не теряют. Неофициальный порт для эмулятора Shad PS4 хорошеет на глазах. В июле запускалось только главное меню, а теперь работает и сама игра. Не очень стабильно, но с корректной отрисовкой и звуком, хоть и без некоторых эффектов. Прогресс зашел так далеко, что в нее даже добавили CG из GTA San Andreas. И хотя мод вскоре удалили, вероятно по юридическим причинам, сам факт появления любительского контента — знак того, что с Bloodborne на ПК еще не все потрачено. Если, конечно, популярность эмулятора не разозлит Sony, которая легко может заблокировать его разработку. Так или иначе, главное — надеяться. И тогда все будет, даже FSR 3 в Киберпанке. Обещанную на прошлой Games.com поддержку масштабирования наконец добавили в игру вместе с новейшей версией Intel XS. Всего-то 13 месяцев пришлось подождать. Не забудьте поставить лайк. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok